Здравствуйте, дорогие коллеги! Я доцент кафедры анестезиологии и ренитологии Первого Московского медицинского университета. Зовут меня Елена Юрьевна, фамилия Халикова. И сегодня у нас, в общем-то, интересная очень тема для обсуждения, очень интересная для анестезиологов, что сегодня из себя представляет переоперационное обезболивание в современном таком аспекте. И как мы препараты, которые обычно используем в переоперационном обезболивании, рассматриваются в свете современных научных данных, в свете доказательной медицины. Ну вот, такая тема, и сами сделайте выводы. Ну, для начала чуть-чуть статистики. Вот, посмотрите, пожалуйста, статистика, которая говорит о том, что, в общем-то, 83 пациента в переоперационном и послеоперационном периоде не были адекватно обезболены. Это 2003 год. А вот 2016 год, последнее руководство, которое вышло, посвященное теме переоперационного и послеоперационного обезболивания, и обратите внимание, практически те же проценты, 80% пациентов, которые перенесли хирургические какие-то процедуры, испытывали боль, и 75 из них испытывали боль от средней интенсивности до нестерпимой. То есть время движется вперед, проблемы есть, но почему-то по каким-то обстоятельствам эта проблема не перестает быть актуальной и показывает приблизительно одну и ту же статистику. А мы прекрасно знаем, что послеоперационные больные, которые недостаточно обезболиваны, они, в общем-то, находятся в менее выгодных условиях по отношению к тем, кто хорошо обезболен. И вот такой апологет переоперационного обезболивания сказал, что основной причиной послеоперационных осложнений, после хирургической техники и после анестезиологических проблем является как раз развитие стресс-ответа, неадекватной или чрезмерной реакции на операционную хирургическую травму. И, более того, работа, которая показывает, что большинство причин послеоперационной летальности в современной хирургии напрямую связаны с неадекватной терапией болевого синдрома. Что из себя представляет стресс-ответ? Ну, вы видите, что это очень невыгодно для организма иметь эту ситуацию. Вы видите, что происходит активация симпатической части вегетативно-нервной системы. Ну, сами понимают, что это и сосудистая реакция, это и гормональная реакция, гиперпродукция гормонов гипофиза, инсулинорезистентность. Активируется системный воспалительный ответ со всеми продуктами, характерными для выработки продукта, которые вырабатываются при развитии системного воспалительного ответа. Это ицетокина провоспалительная, это нейтрофин или кацитоз, пролиферация лимфоцитов, и как, в общем-то, итог, все это приводит к повышенному катаболизму, приводит к иммуносупрессии, приводит к хронизации болевого синдрома, порезу желудочно-кишечного тракта, развитию, возможному развитию острореспираторного дистресса синдрома взрослых, повышение потребностей миокарда в кислороде, нарушение коагуляции, нарушение функции ЦНС и водно-электролитные нарушения. Еще одна проблема, которая сегодня достаточно новая и обсуждается очень широко, это то, что плохо обезболенные больные рискуют попасть в категорию, где боль станет хронической. И уже абсолютно доказано, что чем выше интенсивность боли в раннем послеоперационном периоде, тем выше вероятность ее хронизации. Почему сегодня так обсуждается это развитие хронической боли? И более того, сегодня вынесен такой синдром, который уже называют послеоперационный болевой синдром. И у этого синдрома есть свои критерии. Мы можем поставить этот диагноз, не знаю, что синдром, клиническую ситуацию. Это боль, которая развивается после перенесенной операции. До операции это боли не было. Длительность этой боли достаточно долгая, 2-3 месяца, не менее. И нет причин. Вот это, наверное, самое главное сегодня в характеристике хронического послеоперационного болевого синдрома, что у пациента нет причины, нет субстрата для лечения, у него нет ни шимии, у него нет ни воспаления какого-то органа. По идее, в общем-то, все наши доступные методы визуализации, такие как МРТ, КТ, УЗИ, ну все, что придумаете, они не выявляют никакого очага, не выявляют патологического процесса. Пациент продолжает жаловаться на боли, иногда они достаточно интенсивны. В чем проблема хронической боли? Ну вот на этом слайде представлена дуга, нервная дуга, потому как формируется острая боль. И вы видите, что абсолютно идентифицированы пути, по которым проходит болевой импульс и места перерывов, и, в общем-то, мы знаем препараты, которые работают во всех этих точках. А вот если мы посмотрим на механизм развития хронического болевого синдрома, то там совершенно все по-другому. Там нет очага, как я уже сказала, там нет воздействия вот этой совершенно четкой болевой дуги, на которой мы можем подействовать своими препаратами. А в основе хронизации болевого синдрома лежит нейропатический характер развития болевого синдрома, в основе которого по сегодняшним понятиям научным лежит гипервозбудимость, ненормальное действие самих, вернее, неправильно я сказала, не ненормальное действие, а ненормальная работа, ненормальная возбудимость самих нейронов, клеток, которые, в общем-то, должны проводить или генерировать болевой синдром. Здесь может быть и гипервозбудимость периферических нервов совершенно как бы без такой причины. И вот это аномальное функционирование этих нервных клеток приводит к тому, что пациент клинически как симптом испытывает боль, а поскольку нервная клетка у нас не визуализируется как бы над современными методами, то мы, в общем-то, особого очага и не видим. Но это как бы теория. Но самое такое, наверное, важное для клинициста, что вот этот тип боли не может лечиться препаратами, которые мы обычно привыкли лечить острую боль. То есть здесь эти препараты не работают. И посмотрите этот слайд с одной из последних конференций, посвященной проблемам боли. И я еще раз повторяю, что проблема хронической боли сегодня очень широко обсуждается. Есть категория операций, которая очень угрожаема по развитию этого хронического болевого синдрома. Вот ампутации, фантомные боли все прекрасно знают. Это исторические, там и художественная литература посвящена этим, и много известных пациентов, которые имели этот болевой синдром. Они очень хорошо описаны. А этот есть как раз вариант нейропатической боли, фантомной боли. И опять же, вы прекрасно знаете, что эти боли лечатся крайне тяжело. Больные очень страдают. И, в общем-то, я еще раз говорю, выбор в помощи у нас здесь не очень широкий. Какие еще операции относятся к таким угрожаемым по развитию хронического послеоперационного болевого синдрома? Это торкотомия, причем не только томия, а эскопия тоже, вмешательство на грудной клетке. Это операции на молочной железе. Это операции на позвоночнике. И вот, пожалуй, вот эти три категории на сегодняшний день дают такую статистику достаточно неприятную по развитию этого синдрома в медицине. И если мы посмотрим на вот такую как бы сухую статистику, сколько же больных получается страдают, могут страдать этим синдромом, хроническим послеоперационным болевым синдромом, то вы видите, что вот в результате ампутации это где-то около 30-50 процентов. Мастыкотомии 20-30 процентов, торкотомии 30-40. Но посмотрите, часть из них, этих пациентов, она становится инвалидами. То есть боль является причиной для того, что больной после операции не вернулся к привычному образу жизни. И вот на последней строчке у меня стоит кесаревое сечение. То есть это, в общем-то, такая жизнеутверждающая хирургическая операция, в результате которого появляется новая жизнь. Но обратите внимание, из 220 тысяч пациентов, которые будут страдать, вернее, которые подверглись этим операциям в США, 4 процента будут не вернуться к привычной деятельности по причине развития хронического послеоперационного болевого синдрома. То есть проблема, конечно, существует, и не обращать на нее внимания сегодня абсолютно, наверное, неправильно. Ну вот еще один статистический слайд, который говорит, что, в общем, если мы возьмем онкологических пациентов, что хроническая послеоперационная боль у этих пациентов в среднем развивается тоже около 30 процентов пациентов имеют этот синдром. Если посмотреть, сегодня уже обратили внимание на то, что и подростки, и дети также могут предъявлять этот клинический синдром своим докторам. И вот одна из работ, которая посвящена развитию хронического послеоперационного больного синдрома у подростков. И вы видите, что 22 процента пациентов после операции сколиоза через год испытывали хроническую боль и, в общем-то, тоже являлись предметом для того, чтобы их лечили и обращали внимание на вот этот синдром. Какие же факторы риска? Когда мы должны обращать внимание на то, что у пациентов может развиться хронический послеоперационный болевой синдром или этих факторов нет? Значит, сегодня доказано, что, да, действительно, такие факторы риска существуют. И посмотрите, вот на этом слайде они представлены. Сюда относятся наличие боли до операции, молодые, женщины, травматический хирургический доступ, когда повреждается значительное количество нервных волокн, неадекватная анестезия во время операции, неадекватное обезболивание в раннем послеоперационном периоде. И если на первые три позиции, такие как молодой возраст, женский пол, мы, естественно, повлиять не можем, то мы очень хорошо можем повлиять на качество анестезии, качество обезболивания в послеоперационном периоде. Мы можем обсудить с хирургами травматичность его операции, попробовать, ну, как бы доказать или попросить хирурга, чтобы он в данном случае нашел более щадящую методику, более щадящие пути хирургические. И вот таким образом, конечно, риски можно снижать. В 2017 году ко всем этим факторам добавились еще два фактора. Это психологическое состояние пациента, тревожные, депрессивные пациенты находятся в группе риска. То есть мы тоже можем обратить внимание на эту группу пациентов и тоже с ними попытаться как-то работать в плане профилактики развития хронического послеоперационного болевого синдрома. И еще один фактор, который добавился тоже в 2017 году, это предрасположенность сенсорная. Что значит предрасположенность сенсорная? Ну, вот здесь представлено, как это выглядит. Вы видите, прибор, наверное, для определения сенсорной чувствительности могут быть совершенно разные. Ну, здесь самый такой простой, но эффективный прибор представлю. Он представляет собой иголочку, соединенную с манометром. Иголочка топится там при нажимании, и мы можем определять силой, с которой, в общем-то, давится иголка на поверхность человеческого тела. И отсюда мы выносим два таких показателя. Мы можем посмотреть порог болевой чувствительности, то есть при каком усилии человек испытывает боль, а поверьте, она у каждого разная. И, значит, мы можем посмотреть, как долго боль сохраняется после нанесения укола. И вот здесь представлены результаты этого интересного исследования. Еще раз повторяю, что это очень новая методика, и пока результатов не так много, но, тем не менее, уже первые результаты показывают, что в группах, где пациенты болевой порог был ниже, и пациенты дольше испытывали боль после нанесения укола, вероятность развития хронического послеоперационного болевого синдрома в этих группах была выше. Таким образом, если мы задаемся вопросом, что же можно сделать с хроническим послеоперационным синдромом, мы можем сами себе ответить, что мы можем выделить группы риска, мы можем подойти очень тщательно к обезболиванию, повлияем на этот фактор. И это, конечно, применение мультимодального подхода в обезболивании в переоперационном периоде и назначение адъювантов. Сейчас мы все эти моменты и пообсуждаем. Что такое мультимодальная анальгезия? Если говорить проще, то это сбалансированная анестезия, когда мы берем различные анальгетики, различные группы анальгетиков и комбинируем их. И таким образом мы обеспечиваем адекватный болевой контроль над болевым синдромом при снижении дозировок препаратов различных групп и с наименьшей вероятностью развития побочных эффектов за счет этого. На картинке здесь показан такой пазл. Это идеальная картинка, когда мы разными препаратами можем совместить очень все тщательно. Что мы можем брать как препараты для переоперационной анальгезии? Новых препаратов не появилось. Мы пользуемся старыми. Что мы обсуждаем сегодня? Опиоиды. Препараты, которые исторически, наверное, с них началось все обезболивание в истории человечества. Местные анестетики. Нестероидные противовоспалительные средства или препараты. Ингибиторы циклооксигеназа в центральной нервной системе. Это единственный препарат. Парацетамол. Иногда его ошибочно, не ошибочно, дискутабельно, скажем так, относят к нестероидным противовоспалительным средствам. Нефапа. Антиконвульсанты. И НМДА-антагонисты. Так посмотрим, что сегодня из себя представляют все эти группы. Опиоида. Ну, основа, никто не будет спорить, что опиоида – это основа современной интероперационной анальгезии. Я бы даже сказала, ну, в тяжелых случаях основа всего переоперационного периода, потому что в послеоперационном периоде, конечно, это тоже очень важные препараты. В России промедол, согласитесь, основа послеоперационного обезболивания. То есть опять опиоиды выходят на первый рой послеоперационного обезболивания. Если мы посмотрим на западные клиники, они больше пользуются морфином, и, может быть, есть там в этом свой резон, такая своя логика. Но у нас в связи с нашими законами и, как бы, исторически, может быть, так сложилось, традиционно мы больше пользуемся промедолом. Группа одна, оба препарата из группы опиоидов. Значит, что еще по опиоидам сегодня обсуждается? У нас недоступность препарата, хотя сейчас огромные шаги сделаны в плане доступности, и действительно эти шаги реально работают. Вот, и препараты опиоидных групп стали намного более доступны. Но общая доступность, наверное, тоже не есть хорошо. Вот вам последние работы, одни из последних работ, а уже на Западе это очень широко обсуждается, особенно в Соединенных Штатах Америки, они свой период называют опиоидной эпидемией. То есть доступность препаратов, абсолютная доступность препаратов опиоидного ряда, в общем-то, вызывает свои и социальные проблемы, и увеличивает число послеоперационных осложнений, и, значит, увеличивает летальность. То есть сегодня они поставили себе, если мы пытаемся, так сказать, группу опиоидов сделать более доступной, они сейчас пытаются сделать обратный ход и сделать ее более недоступной. Значит, ну, если отойти от социальных проблем, чем нас устраивает опиоидные анальгетики? Шикарные, просто отличный анальгетический эффект, несопоставимый, наверное, по, ну, системный, несопоставимый, наверное, с другими группами анальгетиками по эффекту. Отсутствие потолочного эффекта, то есть мы можем, в общем-то, добавлять и получать лучший анальгетический эффект. Отсутствие гепатонефротоксичности, достаточно низкая цена. Ну, я бы еще добавила здесь быстрота наступления действия при паранатуральном введении. Вот, но мы прекрасно знаем и отрицательные свойства опиоидов, такие как тошнота, рвота, кожный зуд. Боли нас беспокоят угнетение дыхания и избыточной седации, особенно в группе возрастных пациентов, а у нас их все больше и больше в операционной. Угнетение моторики желудочно-кишечного тракта. И вот два, наверное, последних побочных действия, которые тоже обсуждаются. Это формирование гипералгезии. А гипералгезия – это не что иное, как снижение болевого порога, расширение зоны болевой активности. И таким образом это прямой путь к развитию хронического послеоперационного синдрома, где, я напоминаю, гипервозбудимость нейронов собственной является одним из механизмов развития этого синдрома. Ну, если говорить об онкозаболеваниях, то иммуносупрессия, которая возникает при применении опиоидов, тоже сегодня тема в медицине, которая широко обсуждается. Ну, вот несколько примеров работ, которые доказывают, что переоперационное назначение опиоидов ассоциируется с развитием побочных эффектов. Выявлено четырехкратное снижение частоты рецидивов у пациента, кооперировано по поводу первичного рака молочной железы и сравнивалось в две группы. В одной проводилась сбалансированная астезия, в сочетании с паравертебральной блокадой и пролонгацией ее в послеоперационном периоде, а вторая группа проводилась в условиях общей анестезии без региональной методики и в послеоперационном периоде вторая группа велась только анальгетическое, вернее, обезболивание проводилось только чистым введением морфина. И средний период наблюдения 32 месяца. Вы видите четырехкратное снижение рецидивов, это, конечно, цифра. Еще одно исследование, которое показывает, это исследование посвящено частоту развития рецидивов онкологического заболевания у пациентов с простатой ктомии, радикальной простатой ктомии по поводу онкологического заболевания. И опять же, там, где у нас применялась продленная эпидуральная анальгезия, в этой группе пациента на 57% меньше имели рецидивов. Период наблюдения до 13 лет, и вы видите, в общем, статистически, наверное, это очень значимо. И доказательно, что все-таки чистые опиоиды приводят к какой-то иммуносупрессии, которая способствует прогрессированию онкологических заболеваний. Так все-таки можем мы сегодня обойтись без опиоидов. Опять же, вот такой метаанализ большой, который показывает, включил 135 исследований, в которых использовалось 14 неопиоидных анальгетиков и их комбинации между собой. И вот какие выводы сделали в этом исследовании. Вы видите, что есть комбинации препаратов, которые могут повлиять на расход опиоидов, на применение опиоидов в сторону их снижения. Это такие комбинации, как процитамоз с нефопам, процитамоз с нестроидными противовоспалительными препаратами, термодол с метамизолом, анальгином. И в моновиде это такие препараты, как, опять же, нестероидные противовоспалительные средства. Это селективный ингибитор циклоксигеназа-2 и препараты дексмедетамидин и клонидин. Что мы можем сказать по поводу нестероидных противовоспалительных средств, которые, как я уже показала, являются препаратами препараты, которые могут снижать расход опиоидных анальгетиков. Сегодня их очень много. Это большая группа, в которых появляются новые препараты, обсуждаются старые препараты. И, конечно, как к любому химическому веществу, неоднозначное отношение и к нестроидным противовоспалительным средствам тоже. Если мы посмотрим на патогенез развития послеоперационной боли, то можно увидеть, что длительное назначение опиоидов или морфина сопровождается избыточным синтезом цикла оксигеназа-2. Этот фермент не присутствует у нас в таком вот, в отличие от цикла оксигеназа-1, он не присутствует в таком обычном состоянии без патологических условий. И это приводит к усилению продукции простагландинов, повышению интенсивности болевого синдрома и так далее. То, что приводит к прогрессированию опухоли роста. И, значит, если мы посмотрим на механизм действия, да, еще хочу сказать, что простагландин и Е — это как раз те препараты, которые стимулируют синтез медиаторов боли, такие как брадикинин и гистамин, синтезируют периферические нотсцепторы к действию. И таким образом простагландин и Е2, то есть когда появляется ситуация с циклоксигеназой-2 и выработкой простагландинов, Е2, появляются условия для развития послеоперационного хронического болевого синдрома. Ну и вот картинка, которая показывает, как работают нестероидные противовоспалительные средства. И вы видите, что все нестероидные противовоспалительные средства в основе своего механизма подавляют активность как циклоксигеназа-1, так и циклоксигеназа-2 и приводят к снижению концентрации простагландина Е2 в поврежденных клетках. То есть мы можем сделать вывод, что вся группа нестероидных противовоспалительных средств является патогенетическим средством, патогенетическим лекарством для профилактики хронического послеоперационного синдрома. И вот работа, которая доказывает, что это действительно так. И вы видите, что через 15 минут после введения одной дозы нестероидных противовоспалительных средств существенно снижается плазменная концентрация простагландина Е2, через 30 минут повышаются пороги боли, и зона вторичной гипераллезии, про которую я уже говорила, это расширение зоны боли, она через 60 и 120 минут уменьшается. То есть уже клинически доказано, что здесь идет профилактика развития послеоперационного болевого хронического болевого синдрома. Но, опять же, возвращаясь к группе препаратов нестероидных противовоспалительных средств, надо сказать, что она достаточно разнообразная, и у нас есть выбор. И вот одна из последних таких рекомендаций, одни из последних рекомендаций, которые появились, это клинические рекомендации, написанные неврологами совместно с палиативными специалистами по палиативной помощи и клиническими фармакологами. Они сейчас пересматриваются, я думаю, что в этом году они будут перевыпущены. Но что мы можем взять как анестезиологи из вот этих рекомендаций? Ну, если мы посмотрим те препараты, которые применяются в России, препарат нестроенной противовоспалительной группы, то мы увидим, что здесь 19 наименований присутствуют. Здесь вошел метамизол, и где-то я, наверное, уже пролеснула, и есть и парацетамол. Ну, это, я говорю, такие дискутабельные вещи, собственно говоря, большой беды нет. Пусть они будут в этой группе. 19 наименований. Значит, при интенсивной острой боли, я думаю, что все коллеги-анестезиологи прекрасно понимают, что чем быстрее мы обезболим больного, тем, значит, более хороших исходов мы добьемся, и это не обсуждаемо, это и клинически, и, так сказать, практически своим опытом доказано. Поэтому, конечно, когда мы работаем с нестероидно-противовоспалительными препаратами в интероперационном или переоперационном периоде, нам нужны паралитеральные введения препаратов. То есть внутривенные желательно, но худой конец, внутримышечные введения препаратов. И вот тут, если мы возвращаемся к этой таблице, которая есть, у нас из 19 наименований для нестероидно-противовоспалительных средств, зарегистрированных в России, остается всего 9 препаратов, которыми мы можем пользоваться. Вот здесь они показаны. Это, опять же, здесь присутствует метамизол, он же анальги. Значит, ну и один из моментов, который я хочу показать, насколько разные эти препараты, быстрота, наступление эффекта. Значит, мы работали с разными препаратами. И вот один из наиболее активных препаратов по скорости наступления эффекта, это, конечно, декскетопрофин. Мы его исследовали, и мы по скорости введения по нашим наблюдениям, вернее, по скорости наступления эффекта по нашим наблюдениям, декскетопрофин приближается к промедолу. То есть практически больные почти сразу после введения перестают жаловаться или снижают, вернее, отмечают снижение интенсивности боли до приемлемых цифр. Препарат вводился внутривенно. Но и по силе обезболивания, то есть по мощности препарата, мы тоже исследовали декскетопрофин и другие препараты, нестеронные противовоспалительные группы, и сравнивали их с опиоидами, с промедолом. И вы видите, что в наших исследованиях практически мощность наступления, вернее, мощность эффекта этих препаратов повторила, если мы использовали декскетопрофин, значит, она повторила кривую опиоидную, то есть препарат мощный. Очень хорошая комбинация парацетамол с любым НПВС, мы тут брали разные, кетралак, кетопрофин у нас был. И в данном случае тоже мощность достигается достаточно хорошей, но по времени, по времени это наступление эффекта немножко отсрочено, то есть эффект наступает позже. Ну и если пользоваться НПВСами в чистом умном виде, вы видите, что мощность других препаратов по НПВС в наших исследованиях была ниже. Что еще по отношению к нестерольным противовоспалительным средствам? Мы все знаем и сегодня тоже широко обсуждается их побочные эффекты. Значит, здесь надо понять, что препараты в основном относятся к двум группам, к селективным и не к селективным нестерольным противовоспалительным средствам по отношению к изомерам циклооксигеназы. И отсюда и побочные эффекты у них разные. Если мы говорим о неселективности, то на первое место выходят повреждения слизистой желудка и кишечника. Это гипокоагуляция и почечная недостаточность. Если мы говорим о селективных препаратах, которые мы называем еще ингибиторами циклооксигеназа-2, то здесь выходят на первое место заболевания, которые угрожаемы по тромбообразованию, такие как ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда в анамнезе или дай бог не в анамнезе, острые нарушения мозгового кровообращения, но и также селективные препараты могут влиять на почечную функцию. И если мы посмотрим статистически, статистика, которая нам дается в тех же клинических рекомендациях, которые я показала, то увидите, что на первом месте при применении неселективных препаратов стоит кровотечение из области операции, то есть снижение коагуляции, и в гораздо более меньшем проценте это желудочно-кишечное кровотечение. Почечная недостаточность или как аллегория здесь вынесена, встречается достаточно часто, но опять же я вам покажу вывод по отношению почки, что делается, вернее то, что приведено в этих рекомендациях. Если мы говорим про препараты нестероидного ряда, которые относятся к циклооксигеназы, группе циклооксигеназа, ингибиторов циклооксигеназа-2, то здесь, конечно, на первый план по побочным эффектам выходит повышенное тромбообразование, потому что нарушается баланс между синтезом тромбоксана А2 и простоциклина. И за счет этого пациента, который имеет в анамнезе инфаркт миокарда, ишемический инсульт, коронарные какие-то события, то, возможно, на фоне применения этих препаратов может быть ухудшение течения этих заболеваний. Но если мы вернемся к клиническим рекомендациям, то вы можете увидеть, что к селективным препаратам, ингибиторам циклооксигеназа-2 относятся два препарата, целикоксиб и этерококсиб, который не имеет параэнтеральных форм, поэтому анестезиологам, я думаю, не стоит сильно беспокоиться насчет циклооксигеназа-2. Все препараты, которые имеются сегодня в нашей практике в параэнтеральных формах, относятся к неселективным препаратам, ингибиторам циклооксигеназа. Часть российских экспертов, здесь вынесены мелоксикам, относят к сумеренной селективности в отношении циклооксигеназа-2, но, в принципе, это тоже неселективный препарат, то есть представитель первой группы нестероидно-противоспалительных средств. Внутри неселективных препаратов тоже есть разница по возможности развития различных побочных эффектов. Еще раз хочу сказать, что побочные эффекты в любом химическом препарате заложены априори, потому что это химическое вещество. Мы должны их знать и избегать этих побочных эффектов в группе риска. Возвращаясь к НПВС и гастронетерологическим осложнениям, вы видите, что по данным Насонного института ринентологии, кетралак является препаратом, который наиболее угрожаем по развитию гастронетерологических осложнений. Возвращаясь к почке, которой я показала, что это наиболее частые осложнения в группе неселективных препаратов, вы видите, в этих рекомендациях говорят, что достаточно частые осложнения. Но в этих рекомендациях со ссылки на источники приводятся такие данные, что ОПН, возникающий на фоне приема нестероидных противовоспалительных средств, обычно обратима. Функция почек быстро восстанавливается после отмены этих лекарств. С этой частью, наверное, мы можем не согласиться, потому что иногда нестероидные противовоспалительные средства вызывают достаточно тяжелые почечные повреждения с последствиями, с хронизацией этих последствий, не с возвратом к обычной функции почек. Но следующая фраза абсолютно точная. Следует отметить, что острая почка недостаточно редко развивается у лиц, не имеющих серьезной коморбидной патологии. Вот здесь мы, конечно, можем выбрать пациентов, которые угрожаемы по развитию данного осложнения и не использовать этот препарат у этих больных. Что еще? Сегодня доказано, что достаточно долгое применение, иногда и недолгое применение нестероидных противовоспалительных средств может быть связано с развитием артериальной гипертензии как симптомы. И есть много работ, которые доказывают эту связь между развитием артериальной гипертензии и приемом нестероидных противовоспалительных средств. Причем наибольшее негативное влияние на артериальное давление демонстрировали как раз препараты из группы цикла оксигеназа 2. И суммируя осложнения, которые могут развиваться в результате применения нестероидных противовоспалительных средств, мы можем поделить их на несколько степеней высокого, умеренного и низкого риска. И вы видите, тут мы можем оценить отдельно и желудочно-кишечный тракт, и язвенный анамнез, и желудочно-кровотечение в анамнезе, и прием низких доз аспирина по каким-то другим коморбидным ситуациям. Ну и в общем-то мы можем точно также оценить и сердечно-сосудистую систему с точки зрения развития осложнений при приеме нестероидных противовоспалительных средств, и мы можем эту информацию в общем-то для себя вынести с целью возможности применения нестероидных противовоспалительных средств. И если мы видим низкий риск со стороны и желудочно-кишечных осложнений, и сердечно-сосудистых осложнений, то мы можем безбоязненно применять эту очень хорошую группу препаратов и выбирать в общем-то любой, какой нам нравится в данной ситуации. Вот если у нас есть умеренный риск по желудочно-кишечным кровотечениям, то конечно мы должны применять ингибиторы протонной помпы в совокупности вместе с нестероидными противовоспалительными средствами. Если у нас высокий риск по желудочно-кишечным осложнениям, то мы более осторожно подходим к выбору препарата. Здесь конечно циклооксигеназа, препарат циклооксигеназа 2 предпочтительный, но опять же говорю, их нет в параметральной форме, так что выбор опять за вами. И мы точно так же можем подходить к пациентам, у которых есть те или иные риски со стороны сердечно-сосудистой системы и тоже в общем-то как бы варьировать выбором этих препаратов. Ну и если у нас есть конечно очень высокий риск по сердечно-сосудистым заболеваниям или каким другим, эти препараты применять не следует, эту группу препаратов. Еще один дискутабельный вопрос по отношению к нестероидным противовоспалительным средствам это длительность применения нестероидных противовоспалительных средств. Значит у нас есть конечно инструкция, в которых большинство препаратов ограничивается введением 5-7 дней. Я думаю, что анестезиологам стоит придерживаться этих рекомендаций. Но особенно в травматологии по нашей специальности травматологи, значит больные вертебрологи со спинальными хирургическими операциями на позвоночнике часто несут болевой синдром дольше, чем 5-7 дней. Ну и опять же рекомендации, клинических рекомендаций, которые я вам показывала в своей презентации, указано, что мы можем применять, удлинить применение препаратов до 4-8 недель. Ну такой опыт у коллег и экспертов есть. Но если мы возьмем общие данные, суммируем данные по НПВС, что мы можем про них сказать сегодня, это препарат группы, которая хорошо себя зарекомендовала как эффективная группа для лечения боли. Это группа, которая является патогенетической для лечения, для снижения количества или потребности в эпиоидах. Это группа, которая профилактирует хронический болевой синдром. И это группа, которая в комбинации с парацетамолом также показывает очень хороший противоболевой анальгетический эффект. И тоже можно эту комбинацию использовать. И вот последние рекомендации 2016 года, которые говорят о том, что рекомендуется назначать взрослым и детям парацетамол с дистероидным противовоспалительным средствами в рамках мультимодальной послеоперационной анальгезии при отсутствии противопоказаний с высокими уровнями доказательности. Нефапам. Препарат, который в клинику поступил достаточно недавно, в клиническую практику, где-то в начале 70-х годов он был разработан. Но у нас он появился, по-моему, в начале 2000-х годов. Это анальгетик центрального действия. Дозировки здесь приведены. Механизм действия нефапама, как я уже сказала, центральный. Он подавляет обратный захват моноаминов, усиливая, таким образом, нисходящие тормозные влияния и работает на МДА рецепторах, подавляя их активность. И препарат, который имеет также свои побочные действия. Одно из побочных действий, которое описано в инструкции и говорит о том, что при быстром введении может развиться достаточно серьезной тахикардии. Мы с этим препаратом работали и действительно видели вот эти моменты. Препарат надо вводить медленно или, как советуют в инструкции, внутримышечные. Вот работа, которая посвящена побочным действиям. И вы видите, что если мы говорим про нефапам, то в данной работе анализ осложнений привел к тому, что у пациентов на первое место вышла избыточная потливость, что, наверное, не является большим таким криминалом в послеоперационном периоде. Ну а тахикардия ушла на третье место, извините. В восьми случаях она наблюдалась. Ну и препарат достаточно безопасный. Что можно сказать про этот препарат из личного опыта? Значит, не очень выраженная мощность, анальгетическая мощность, но прекрасно снимает послеоперационную дрожь. И в комбинациях с другими препаратами работает очень хорошо. Идеальная комбинация — это нефапам с нестероидно-противовоспалительными средствами приводит к снижению доз препаратов в 2,5 раза. Опять же, помните о побочных эффектах нестероидно-противовоспалительных средств. А нефапам с парацетамолом также можно сочетать. И в итоге их можно даже сочетать нефапам с опиоидным анальгетиком для достижения эффекта. Парацетамол или перфолган в жидком виде, значит, как в моно-виде, не является анальгетиком, но при добавлении его к другому анальгетику, к НПВС, опиоиду и тому же нефапаму, мы видим хороший анальгетический эффект. Механизм действия у парацетамола центральный. Он очень быстро проникает через гематенцифалический барьер, подавляет синтез простагландина в центральной нервной системе. Отсюда опять же вывод — это профилактика хронического послеоперационного болевого синдрома, не имеет потолочного эффекта. И если мы посмотрим на рекомендации 2016 года, парацетамол там присутствует, как и нестероидные противовоспалительные средства в комбинации, что эта комбинация может использоваться в рамках мультимодальной послеоперационной анальгезии при отсутствии противопоказаний, опять же, с высоким уровнем доказательности. Адьюванты. Очень интересная тема, что это за группа препаратов, за группа средств, которые мы можем использовать в переоперационном периоде. И тема тоже, которая сегодня остро обсуждается. Давайте попробуем разобраться, что это такое. Значит, препараты, которые мы сегодня относим к адьювантам, в большинстве своем не являются анальгетиками, в привычном виде, как мы привыкли. То есть они не работают на острой боли, не работают на той болевой дуге, которую я показывала в начале своей презентации. Ну вот здесь перечислены эти препараты. Это нефапам, это клонидин, это гапептиноиды с пригаболином одна группа, ингибиторы обратного захвата серотонина, норадреналина антидепрессанта и НМДА-антагонисты. К этой группе мы относим кетамин. Значит, все эти препараты очень много используются, ну, пожалуй, кроме кетамина, используются неврологами в разных ситуациях, но чаще всего они их используют для лечения различных видов болей, которые относятся к нейропатическим болям. Значит, что мы, как анестезиологи, можем отсюда взять? Мы можем взять низкие дозы кетамина, габапентина, доказанные эффективность препаратов, которые работают в этой ситуации, и клонидин. Если мы говорим о кетамине, по механизму действия это препарат, который блокирует ионные каналы НМДА-рецепторов, препараты, вернее, рецепторы, которые возбуждают нервную клетку, препятствуют вхождению ионов кальция в клетку, тоже возбуждающий момент, и таким образом это препятствует формированию гипервозбудимости спинальных нейронов. Сразу можете сделать вывод, что это профилактика развития хронического послеоперационного болевого синдрома. Значит, и не только предупреждает этот препарат развитие гиперологезии, но еще он может снижать потребность в эпиоидах, что тоже, в общем-то, по сегодняшней концепции переоперационного обезболивания достаточно выгодна для больного. Как вводится кетамин? Ну, мы знаем кетамин как анестезиологи, мы пользуемся им как анестетическим препаратом для проведения наркозов. Но здесь обратите внимание, совершенно другие дозировки, очень низкие дозировки, 12,5 миллиграмм болюсна, а дальше перфузия, 2-4 микрограмм на килограмм в минуту. И вот такая методика способна работать как методика снижения потребности в эпиоидах. И доказано, что она снижает зону гиперологезии и также профилактирует развитие послеоперационного хронического болевого синдрома. И есть такая работа, который говорит, что использование больших доз опиоидов короткого действия, то, что мы делаем во время операции без кетамина, опасно развитием хронического послеоперационного болевого синдрома. То есть автор этой работы предлагает использовать кетамин в микродозах для профилактики хронического болевого синдрома везде, во всех больших операциях и в большой хирургии. Что говорит доказательный медицина сегодня по отношению кетамина? Что препарат оказывает превентивный анальгетический эффект, повышает эффективность обезболивания при интенсивном болевом синдроме, плохо поддающимся действию опиоидов. Ну и, как я уже сказала раньше, снижает потребность в эпиоидах. Что по отношению габапентина? Габапентин еще более нового препарата. Он внедрен в клиническую практику в 1993 году. А у нас он, наверное, в 2004-2005 поступил на наш рынок, российский рынок. И очень много работ, посвященные использованию этого препарата в постоперационном и переоперационном, дооперационном. Интраоперационном мы его использовать не можем, потому что там нет паранитеральной формы. Значит, что это за препарат, который, собственно говоря, известен как антиконвульсант? То есть он не применялся изначально для анальгетической противоболевой активности. Почему мы его стали использовать и широко это обсуждаем? Ну, посмотрите на механизм действия. Собственно говоря, по механизму действия он также блокирует возбуждающие рецепторы, блокирует вхождение кальция внутрь нервной клетки и таким образом он подавляет активность нервной клетки, на чем, кстати, основан противосудорожный эффект. Вот такая схема назначения предлагается в дооперационный период. Вы видите 600-1200 миллиграмм, опять же повторяю, таблетки за полтора-два часа до операции. Вот. И мы можем использовать его в послеоперационном периоде до 30 суток. Что нам дает вот эта методика, что дает этот препарат в переоперационном обезболивании? Абсолютно доказано сегодня, что габапептиноиды, вся группа, предупреждает о формировании хронических послеоперационных болевых синдромов. Вот еще одна работа, которая говорит о том, что пациенты, которые перед операцией получали габапентин в течение 8 суток, через 3 месяца развитие после операции, выполненная операция мастектомии, в группе, где применялся габапентин, в 2 раза меньше было развитие послеоперационной болевого синдрома по отношению к контрольной группе, где габапентин не применялся. Еще одно исследование, в котором говорится о том, что применение габапентина приводит к снижению дозы опиоидов на 35% и снижению интенсивности болевого синдрома, что оценивало по шкале ВАШ. И сегодня доказательная медицина говорит о том, что переоперационное назначение габапентина снижает интенсивность послеоперационной боли, потребность в опиоидных анальгетиках, уменьшает частоту побочных эффектов опиоидов, увеличивает частоту избыточной седации, и мы об этом тоже должны помнить. Еще один препарат из этой группы — это пригаболин. Пригаболин почему-то меньше обсуждается в рамках профилактики хронического послеоперационного болевого синдрома. По механизму действия он практически работает так же, как и габапентин. Габапентин также блокирует вхождение кальция в клетку. И вот есть мета-анализ, который говорит о том, что же все-таки предпочтительнее пригаболин или габапентин в переоперационной профилактике хронического послеоперационного болевого синдрома. И вы видите, что в данном мета-анализе разные работы показывают более эффективность пригаболина, который, по моему мнению, использует просто удобнее, технически удобнее. Это тоже только таблетки, только пероральная форма, но мы используем ее однократно перед операцией, то есть не в течение 8 дней до и сколько-то после. Мы используем однократно в предоперационном периоде и в послеоперационном достаточно короткой — от 1 до 14 дней, а можем даже не использовать в общем вообще. И при этом мы тоже имеем эффект профилактики хронического послеоперационного болевого синдрома. И если мы вернемся к рекомендациям 2016 года по лечению послеоперационного болевого синдрома, вы видите, что экспертная комиссия рекомендует рассматривать вопрос по использованию как габапентин, так и прегаболина в качестве компонента мультимодальной анальгезии. И то же самое относится к внутривенной инфузии кетамина, которая также может быть использована в качестве компонента мультимодальной анальгезии у взрослых. Но здесь уровень рекомендаций несколько ниже. И, заключая, хочу сказать, что отношение к переоперационному обезболиванию сегодня является достаточно сложной задачей для анестезиолога. моменты переоперационного обезболивания требуют сегодня выработки какой-то тактики индивидуально для каждого больного. И момент, который мы обязательно включаем в эту тактику, имеет под собой мультимодальный характер переоперационного и послеоперационного обезболивания, применение региональных методик обезболивания, использование всех групп препаратов, которые мы знаем сегодня относятся к анальгетической группам препаратов с учетом, конечно, их показаний и противопоказаний. Сегодняшняя тактика должна быть направлена на снижение доли опиоидных анальгетиков, но опять же в разумных, конечно, рамках. Более широкое применение других групп анальгетических препаратов, которые мы называем иногда в общем неопиоидных анальгетиков. И учет проблемы хронизации боли. Благодарю вас за внимание.